МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, с Мариной мы познакомились, а теперь начинаем этот выпуск. И сегодня в программе вы увидите... В цехе зубчатых деталей завода двигателей пополнение. Новый мотор КАМАЗа локализуется ударными темпами. Пожар не трагедия, когда есть такие коллеги. Расскажем, как камазовцы помогают работнику РИЗа восстановить единственное жилье. Ночью в музей, чтобы посмотреть на КАМАЗы. Международная акция в набережных Челнах обрела местную специфику. На заводе двигателей продолжают наращивать мощности по выпуску нового двигателя Р6. Рядной шестерки. До июля планируется собрать 80 силовых агрегатов данного типа. Постепенно запускаются все новые и новые участки по производству деталей для этого мотора. Сегодня речь пойдет о цехе зубчатых деталей. Здесь уже смонтированы и выведены на серийную мощность три специально приобретенных обрабатывающих станка. Которые позволили освоить выпуск пяти видов шестерен. Вот на этих новеньких станках выпускаются шестерни для нового двигателя. Их привезли в марте. Всего две недели ушло на пусконаладочные работы. И вот они уже готовы обрабатывать нужное количество деталей в соответствии с поставленным планом. Это на сегодняшний день наиболее перспективные станки. Где они позволяют с высокой производительностью обрабатывать нам эти шестерни с высоким качеством. Характерной особенностью этих станков является то, что автоматизация загрузки и выгрузки деталей непосредственно в рабочую зону. Что позволяет снизить до минимума вспомогательное время на загрузку и выгрузке. На данный момент на участке работают два наладчика. Оба были отобраны из резерва завода. И прошли дополнительное обучение у специалистов фирм-производителей станков «Емак» и «Липхер». Дело свое любят. К новым машинам относятся бережно, как к родным. Станок, он как живой, сначала холодный и обрабатывает деталь с одним размером. Потом, изготовивший немного деталей, он начинает нагреваться и уже выдает другие размеры. И наладчик должен за этим следить и сам корректировать эти изменения. Станки многозадачные. Время перенастройки с выпуска одной шестерни на другую всего 15 минут. На данный момент здесь делают пять видов новых деталей. До конца месяца в цехе 201 ждут еще один станок твердого точения фирмы «Емак», что позволит расширить линейку выпуска шестерен и повысить качество обрабатываемых деталей. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Лето близко. Уже через полторы недели в загородных лагерях состоятся первые заезды отдыхающих. Традиционно для детей Автограда и Тукаевского района свои двери распахнет КамАЗовский оздоровительный комплекс «Саулык». В этом году школьников примут три лагеря – солнечные, крылатые и звездные. К слову, уже с первого заезда знакомые многим ребятам лагеря начнут удивлять и своим обновленным видом и развлекательной программой. В этом году подготовка к летнему сезону в «Саулыке» ведётся особенно серьёзно. Пока здесь только рабочий персонал – сотрудники комплекса и КамАЗовцы, которые готовят детский городок для первого заезда школьников. Завершается капитальный ремонт корпусов. В них обновляют освещение и санузлы, делая их более удобными для детей. Так, например, теперь вместо привычных старых туалетов и душевых детей встретит новая белая комната с вентиляцией. Устаревшие раковины для мытья ног заменит новая система. Кран, вот этот вот, включаешь его, моешь ногу, здесь крючок, полотенце вестит ножное, вытер, ушёл, одел, шлюп, ушёл, всё. Встретят школьники и своих старых друзей. В корпуса завезли парты для обучения, но не для учёбы. В этом году организаторы планируют наполнить детский отдых разнообразными мастер-классами. Для этого и оборудовали специальные комнаты. Чтобы вообще не было ни минут свободного времени, такие как вязание узлов, это туристическое направление, бумага, пластика, ораторское искусство, сценическое мастерство. Планируем осуществить фестиваль воздушных змей, то есть мы планируем здесь и воздушных змей делать. В самых главных корпусах лагерей – столовых – также идут последние приготовления. В них заменили грузовые лифты, которые эксплуатировались ещё с начала работы комплекса. Кроме того, обновили кухонную технику. Провели косметический ремонт, заменили четыре электроплиты, жарочный шкаф, провели очищенную фильтрованную воду. Увидеть камазовские лагеря в обновлённом виде дети смогут уже 1 июня. Именно тогда начинается первая смена, которая откроет летний сезон 2019. Закроет же свои двери соулык 29 августа. Кристина Маматова, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. О том, что его квартира объята огнём, слесарь-инструментальщик 6-го разряда. Ремонт на инструментального завода КамАЗа Владимир Воженин узнал от знакомых. Это было в майские выходные. Сам он был далеко от дома. Хозяйственных хлопот по весне у каждого хватает. В тот момент в квартире находились его пожилые родители. Особенно он переживал за отца, перенёсшего уже третий инсульт. К счастью, всё обошлось. Его спасли пожарные. Мама тоже была в безопасности, а вот квартира выгорела полностью. Как теперь здесь жить дальше? Об этом расскажет Алса Валеева. Что тут скажешь? Праздники для семьи Вожениных не задались. Это был выходной, 4 мая. Беды никто не ждал. Главное, что не случилось страшное. Все домашние живы. Дальше оставалось только оценить масштаб трагедии и думать, как решать проблемы. Очень тяжело, потому что ущерб довольно большой. Не меньше. Полумиллиона. Одному трудно всё сделать. Утром 6 мая Владимир обратился в правком своего цеха. Информация тут же поступила к председателю заводского профсоюза. Он в тот же день приехал на пепелище, чтобы оценить последствия и принять первое решение. Была распространенная информация о том, кто чем может помочь данной семье. Сейчас на данный момент собираются и финансовые средства. После того, как мы сделаем ремонт, ещё, конечно же, будем помогать и с точки зрения вещей. Искать помощников долго не пришлось. На заводе похожая история уже была 3 года назад. И тогда проблем с добровольцами не было. Я хочу помочь. Своих не бросаем, в первую очередь. А во-вторых, узнали, конечно, ужаснулись. Это же всё-таки беда и несчастье. Тем более мы с человеком знакомы, постоянно контактируем. Как же не помочь? Лично по своему желанию. Бригадир наш здесь, Аминов. Вот приехали мы все. И все наши, и все знакомые. Работа закипела. И к сегодняшнему дню первая задача подготовить помещение к чистовой отделке выполнена. В правкоме параллельно помогают с оформлением документов на получение компенсации и специализированного республиканского фонда. Сам же Владимир уже на работе. Жизнь, которую перевернул пожар, снова возвращается в привычное русло. А всё потому, что на КАМАЗе своих в Погорельцах не оставляют. Алсу Валеева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Музеи, выставки и вернисажи в народ. Автоград присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». Одной из самых интересных площадок стал зал КАМАЗа в историко-краеведческом музее, где посетители смогли увидеть фотоисторию строительства завода, где работала фотозона, посвященная автогиганту. А также выставка масштабных моделей челнинских грузовиков. «Ночь музеев» в историко-краеведческом началась ещё вечером. Перед входом развлекательной площадки и очередь в музей. А внутри одной из самых популярных экспозиций стал зал КАМАЗа. Здесь развернулась живая история. От оригинальных экспонатов до ста моделей грузовиков, которые на всеобщее обозрение выставил челнинский коллекционер, тем самым сделав подарок в честь юбилея завода. «Когда собираешь, один любуйся, радуйся один. А когда все будут радоваться, и тогда будет и мне больше радости, наверное. Хотя будут знать, сколько у нас всех моделей есть, сколько направлений». Однако внимание самых юных посетителей музея и не только было приковано к главному экспонату зала – настоящей кабине КАМАЗа. Несмотря на то, что конструкторы рассчитали её на троих, маленькие челнинцы доказали, что её вместимость может быть намного больше. Кроме того, посетители смогли увидеть и двигатель. «Прямиком сюда в зал, зашли в кабину КАМАЗа. Очень интересно, не только ребёнку, даже мне самой. Ни разу не была в кабине КАМАЗа, к своим 30 годам не удалось. Поэтому в восторге, что такие проекты проводятся». «Детям вообще это интересно. Вот мальчишки за нами пришли, они из кабины прямо в очередь стоят, не выходят». «Вот этот двигатель и кабина, потому что, ну, двигатель, он такой интересный, он большой. Я не ожидал, что он такой большой. Будет, ну, кабина вообще внутри хорошая. Мне понравилось». В этот вечер посетители музея могли прикоснуться и к другой легенде – команде КАМАЗ-мастер. Шлем, куртка и флаг. Фотозона «Синяя армада» не пустовала ни минуту. «Благодаря Дню музея мы можем поприсутствовать в этом музее и увидеть, ну, декорации КАМАЗа-мастера. Ну, раньше мы не могли их вживую прям конкретно увидеть, но здесь мы можем потрогать, надеть, посмотреть». Возможность потрогать и посмотреть всё, что связано с автогигантом, в эту ночь была у челнинцев и гостей города до 22 часов. И это, по мнению руководства музея, лучший подарок юбилея КАМАЗа. Маргарита Кузьмина, Любовь Захарова, Андрей Буслаков, Вести КАМАЗа. Игры с мусором. Как вам? Звучит минимум нелепо, но это реальность, пусть и не такая, какую нарисовала вам ваше воображение. Второй год подряд набережные, челны и КАМАЗ принимают активное участие во всероссийском проекте «Чистые игры». Это не просто субботник, а уборка мусора со смыслом и азартом. Потому что это игра, в которой всегда определяется победитель. В этот раз в экологической акции приняло участие около ста человек. Вместе они собрали более трех тонн отходов. Как это было, расскажет Екатерина Романова. Заряд бодрости волонтеры-экологи получили еще перед стартом. Дружно танцуя на площадке рядом с набережной Табеева, они готовились ринуться на сбор мусора, вооружившись мешками разного цвета, чтобы не перепутать, куда какой мусор собирать. Пришли сделать планету чище, город красивее. Нежели сидеть дома, лучше прийти и убрать территорию. К тому же такое массовое мероприятие. Очень приятно. Это очень круто, когда какое-то социально важное дело, направление делается вот в таком формате интересном. То есть не просто субботник, а квест, люди, музыка. Но это очень круто. Настроение отличное, боевое. Готовы собрать как можно больше мусора, очистить наш город, сделать его лучше. Разминка закончена, инструктаж прослушан. Начался обратный отчет. И вот он, стремительный рывок. Все на борьбу за чистоту родного города. Три, два, один. За каждый вид отходов разные баллы. Самые высокие – за пластик. Далее по убывающей – металл, стекло и смешанное. Отдельно оценивались и раритетные находки, так называемые артефакты. Субботник – это банально. А «Чистые игры» – это возможность показать, что можно собирать отходы, играя. Игра – это самый главный принцип данного мероприятия. И второй важный принцип – это уже лично для меня, что можно приучить, приобщить взрослое население и детей к раздельному сбору отходов через такое мероприятие, как игра. Всего участники «Чистых игр» собрали 349 мешков разных отходов. А победителями стала команда с незатейливым названием «Моя любимая команда», поставившая рекорд по собранному стеклу – 39 мешков. «КамАЗ» второй год уже принимает участие в организации, потому что это такое очень нужное и очень приятное, интересное мероприятие, которое мы готовы поддержать силами молодежи «КамАЗа». Очень много волонтеров принимает участие в организации. Ну и, конечно, при такой всесторонней поддержке руководства «КамАЗа». По завершению всех угощали пирогами, а победителей наградили подарками. После чего, с чувством выполненного долга и твердым желанием прийти на следующие «Чистые игры», участники разошлись по домам. Екатерина Романова, Дмитрий Кравченко, «Вести КамАЗа». В следующей программе мы продолжим наш эксперимент. Встречайте в «Вестях КамАЗа» очередную заводчанку 3 июня в 18.00 на телеканале «Челны ТВ». Ее имя пока поддержим в секрете. А также не забывайте про наш информационный портал «Вести КамАЗа.ру». Новости автогиганта и города там обновляются без выходных. Этот выпуск «Вестей КамАЗа» для вас провели Марина Салдаева и Павел Михнов. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова